Всем салют, всем привет! С вами Андрей Доцент и это Star Wars The Old Republic, компания Война Сита. Мы продолжаем кровожадного... за кровожадного парня мы играем, который валит всех подряд. Самая, наверное, безбашенная компания у нас из всех прохождений, потому что мы отыгрываем максимально темную сторону. И у нас задание. Реолокация какая-то. Вопросы командора Слинта или спросить, в общем, нам нужно отправиться на планету Ход. Нас предали. Дарт Барас, в общем, оказался еще тот. У меня хорошие рифмы на это слово есть. Ну, впрочем, вы поняли. И поэтому нам нужно как-то все это дело исправлять. И... шо за нахер? Я не могу отправиться, наверное, на планету Ход. Потому что я уже возле планеты Ход. Понятно, все. Ладно, тогда выходим. Давайте будем выходить и посмотрим, что мы там сможем сделать. В общем-то, он нас должен встретить какой-то... Как его... Связной типа имперский, который нам поможет как-то со всей этой ситуацией. Нам служат какие-то служители. Служитель первый, служитель второй. В общем, мы вроде как являемся, если я не ошибаюсь, гневом императора каким-то. Либо станем гневом императора. В общем, будем воплощение его гнева. И поэтому... Нам нужно как бы на полную оправдывать это звание. И... Что, собственно, мы уже на протяжении скольких серий и делаем. Поэтому за этим проблема не встанет. Будем также продолжать всех валить, убивать. Самые страшные, самые темные варианты выбирать. Ну, а вы как хотели. Компания Ситомародера. Ёшкин кот. Кстати, скоро будет сорок третий уровень. Почему у меня исчезло... Ой, бляха ты, муха. Всё нафиг исчезло. Охренеть просто. Так, этот, короче, сюда. Сюда. Какой-то канал. Так, этот, короче, вот сюда вот мы помещаем. Здоровица. Телепортация. Ещё одна. Аптечка. Кстати, аптечку, я думаю, стоит лучше всё-таки вот так вот. Две наверху, чтобы были. Это у нас неестественная или как там сверхъестественная сила. Неумираемый гнев. Неумирающая ярость. О, берсерк. Берсерк, конечно, берём. Как же без него. Вот ещё сокращение урона. Сайбер. А, кстати, вот это классная тема на самом деле. Вот. Ну, давайте так пусть будет. Я думаю, давайте пусть будет так. Ну, погнали. Найдём этого. Так, мы, очевидно, как всегда, оказались на орбитальной станции. Напрямую попасть на планету нельзя. И поэтому приходится вот так вот нам вот с пересадками своего рода добираться до планеты. Иначе никак. Так, я напоминаю, что это игра Star Wars The Old Republic. Если кто-то ещё не врубился каким-то чудом, я не знаю. И эту игру можно играть бесплатно. По крайней мере, основную сюжетную миссию. Все-таки вот выполнять классовые. Летать на планеты, большую их часть. И прокачиваться до 65 уровня. Только, естественно, прокачка будет медленно. Если не оформить подписку, там все дела. В общем, кому интересно, можете зайти в группу ВК. Все ссылочки снизу в описании под видео. Если что, там можно задать любой интересующий вопрос касательно данной видеоигры. Как в неё зарегиться. Как пойти играть. Там, в общем, все дела. Есть. И если вам понравится данное прохождение, то можете поддержать меня, канал, видео, поставить пальчик вверх. Мне будет очень приятно. И тёмная сторона вас отблагодарит. Да, ситы будут в восторге. Ну что? Давайте-ка посмотрим, что у нас здесь. Вот она фаза войны сита. Индивидуальная сюжетная локация. О! Нас уже встречает. Так вот он, комендора. Ну давайте поговорим. Ты? Дарт Барас пересёкся со мной? Что бы я ни сделал, я этого... Там не... Как бы... Я не виноват. Так, я не работаю на него больше. Возможно, ты и не слышал, но Барас и я, мы больше теперь не связаны. Я здесь, чтобы найти генерала Грейста из Армагеддона, батальона Армагеддона. О, да, я знаю. Но Барас сказал мне, что это секрет. Илон сказал, что убьёт меня, если я скажу кому-нибудь. Я убью тебя, если ты мне не скажешь. Ты что, ни хрена не понял? Я это сделаю, если я не получу то, что хочу. Да или нет, в общем. Ну, полагаю, я понял. Генерал Грейст и его люди, им было приказано исследовать систему каньонов недалеко отсюда. Вот эти координаты. Барас, Ланкина какого-то там есть, с командором связался. Вы думаете, он мне позвонит в следующий раз? Что мне сказать? Да неважно, и убьём его нафиг. Я избавлю тебя от проблем. Спасу тебя. Ой, не честно. Охренеть, я мою. Ну, ребят, тёмная сторона. Валим всех. Никто не уцелеет. Я, как и говорил, тут, наверное, к концу сюжетной кампании. Когда всё это закончится, наш главный герой один в галактике останется. Всех убьём. Даже вон учителя и то исчезнут. Ммм, кстати, по поводу учителей. А, нихрена меня, ничему обучить не можете. Ну, ладно, тогда. Давайте будем двигаться. Мы получили координаты. Зачистили концы, если так можно выразиться. И двигаемся дальше. Почему у напарницы нет пассивки? Во, 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 во. Джаесса Уилсом. Бывшая джедайка. А теперь наш ученик. Ага, вот мы прибыли. Нифига себе. Ну и куда мы идём? Ммм. Ммм. Понятно. Может быть, когда-нибудь как-нибудь добраться на такси. Потому что так добираться, я думаю... Ну, это будет долговато. Да чтоб тебя, ё-мая. Давай ты оббегай уже всё это дело. Где такси? Вон такси. Это стоит и говорит, мне пофиг вообще, что здесь происходит. Во, да, как раз сюда. Я тоже думал... Чё у меня плащ в жопу как-то завернулся? Во, нормально, всё. Там этих фауну валят другие игроки. Здорово. В общем, каждый занят своим делом. Тут как бы есть чем заняться. Тут вообще, в принципе, много чего есть, помимо сюжетной кампании. Тут и героические, и побочные планетарные задания. Флэшпойнты. Это вообще отдельного внимания заслуживает. Ну и, естественно, массовые забеги на мировых боссов. Тоже интересно. Про дополнение я вообще молчу. Конечно, не мешало бы парочку ещё каких-нибудь фишек к этой игре добавить, чтобы она была... Вообще, скажем так, прям абсолютно атмосферная, как в Звёздной войне. Допустим, вот гонки там вот на этих свупах. Прямо как вот в этом было. Star Wars Knights of the Old Republic. Так и... Здесь не помешало бы. Было бы здорово. Ага, вот. То есть, по всей видимости, вот те вот долбанные ворота вдалеке, это как раз то, что нам нужно. Обнаружить генерала Грейста. Грейст или как его там? Да хер его знает. У меня такое чувство, что мы его тоже замочим. Мы вообще-то тут всех убиваем. Два световых меча на что дано. Ну, валить всех будем. Всё-таки мне даже немножечко напоминает игру God of War. Там тоже лысый, тоже с двумя мечами и тоже валит практически всех подряд. И здесь такая же хренотень творится. Вот мы и добрались. Ну, давайте посмотрим, что у нас будет тут. Ага, смотрите, они как бы с нами. То есть, они не агрессивные. Но, сдаётся мне, это ненадолго. Потому что, если они на нас сагрятся, то тут придётся попотеть. Хотя, я думаю, нам уровня хватит, чтобы сражаться со всеми, кто здесь есть. Не знаю. Может быть и хватит, может быть и нет. Всякое может быть. Генерал. Люди становятся какими-то беспокойными. Вы в Карелии были и реально сражались. Во всяком случае, будем продолжать защищать каньоны от вампы. Я понимаю, капитан. Поверьте мне. Постарайтесь держать людьми готовыми к бою. Я думаю, что великая цена должна быть оправдана. И это заслуживает высокого авторитета. Я здесь, чтобы получить приказы генерала. Вы, возможно, должны быть в Армагеддоне были, там в каком-то батальоне. Не медленно. Мои приказы Дарта Бараза лично получаются. Кто пос... Непосредственно... Вами, как бы, руководит? Я сам и убить его. Я не люблю, когда меня спрашивают. А, нахер. Всё, теперь, капитан. Я спрошу ещё раз. Батальон Армагеддон докладывает в Аврану на Карелии немедленно. Должить надо. Да, конечно, всё в пути. Так, люди, приготовьтесь. Мы отправляемся на Карелию. А-а-а. То есть мы как бы людей собираем, отправляемся куда-то. Нифига себе. Хм. Забавно однакость получается. Ну, погнали. Быстрый у нас разговор получился однакость. Э-э-э. Париться с уговорами не пришлось. Раз, задушил. Два, там, рубанёшь кого-нибудь. И нормально. Зато эффективно. Я даже сказал слишком. Отправляемся тогда на базу Дорн. Используем телепорт. И нам необходимо попасть в шлюз. Шлюз между нашим кораблём и орбитальной станцией планеты Ход. Потому что нам как бы в задании указано знать, что-то там будет. Здорово всем, говорит. А вот и я. Сит инквизитор. Сит инквизитор. Ой, сит инквизитор. Сит мародёр. Ну-ка. Блин, у меня так забавно глаза светятся. Э-э, лифт, 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 быстрее. Бляха муха. А то лететь долго. Не хотелось бы мне летать. Потому что в этой игре джедаи начисто вместе с ситами лишились способности делать высокие прыжки. Конечно, это всё объясняется геймплеем, который навязывает как бы онлайн игра. Но, тем не менее, довольно-таки-то как-то странновато. Если слишком с большой высоты спрыгнуть, то можно убиться. Этот улетел. Красава. Адамас. Я только сейчас узнал название орбитальной станции. Угу. Ну, куда идём? Блин, да где? Ага, вот. Справа, значит, у нас находится. Ну, ладно. Главная героиня, пусть у нас будет как бы больше на хил стоять. Потому что наш главный герой не очень хорош в броне. Но у него высокая скорость атаки, урон, естественно. Это этакий классический дамагер. Но броня средняя. Входим. Ну, всё, прибыли. Так, тут нас должны встретить. А кто-то нас встречает-то хоть. А ты кто такой? Всех наших поперебил, что ли? Ты выглядишь хорошо для такого... А, лорд Рак. Твои рабы сражались не очень хорошо. Дарт Барас и я... Могли бы это хорошо использовать. Барас истинный голос императора, ты знаешь. Скоро он получит титул по праву. Моя месть начнётся сейчас. Месть будет моя, Драк. Сначала ты, а потом Барас. Блин, прям как Скорпион заговорил. Забавно. Барас обучал тебя, но научил меня всему. И Даррот Венджин показал мне секреты тёмной стороны, которые даже Барас не знает. Давай посмотрим и атакуем его. Покажи мне, что ты умеешь, Драк. Я готов против тебя противостоять. Ну вот, походу, сейчас этот Драк и обдричится. Да. Всё. Зря он пришёл. Зря. Это я не понял. Давай, 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 давай. Нас лечит, короче, это и вообще всё ништяк. Блин, я потерял эти кнопки. Так. Опа-на. И давай супер-атаку. И ещё раз. Во. Берсерк, мать его. Давай, активируй. Во. Атака сверху. Опаньки. Опаньки. Ну давай ты уже. На тебе. Всё. Обучился твоим секретам. И ты думаешь, ты хорош, как бы всё сделал. Сожалею, что я расстраиваю тебя, но у меня есть секрет. Я не могу быть убит. Быть убитым. Посмотрим насчёт этого. Давай проверим это утверждение. Ты узнаешь это всё наиболее трудным путём. Так. Ах, ты опять очнулся. Да что ж такое? Почему он не может быть убитым? Что в нём такого? Понимаете ли, это чё-то... Вспоминается мне Даррот Сиун из второй части Рыцарей Старой Республики. Того тоже, как бы, нельзя замочить, поскольку он из кусочков состоит. Его только убедить можно было. Но этот-то какой-то лопух. Хе-хе-хе. Я не знаю, чё он так стал утверждать. Да ещё такие секреты... Чё-то я так вижу, гуляют так. О, в сообществе ситов. Знаете ли. Такой секрет, ничего себе убить нельзя. И так свободно гуляет. Обычно за эту глотку готовы перегрызть. И хранят всё в секрете строжайшем. А тут как-то я не знаю. Ну давайте ещё раз поговорим. Интересно, время всё это прекратить. И... Чё-то... Да шо ж такое, а? Сколько ж можно тебя валить-то? Ага. Шо, эээ? Охренел, что ли? У него, по-моему, скотина постоянно возрождается. Берсерк, берсерк. Естественно, берсерк. Чтобы удары в молоко не летели. Ну давай ты, вот так вот. И ещё раз. Всё. Давай, 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 давай. Во! Всё. Кстати, шестёрочка. Чё-то я про этот приём забываю. Забываю. Не позволяет проникнуть сквозь броню там на 100%, смотри, секунды. Ну чё, ты сдохнешь в конце концов, а? Хорошо, хорошо. Возможно, ты у нас самый удачный в галактике. Но Даррот Барас посмотрит, как эта удача закончится. Ээээ... Слышал это ранее. Если мне кто-нибудь давали бы по кредиту когда-нибудь за это... Если бы мне хотя бы давали бы денежку, каждый раз, когда говорили это. На! Ох ты! Чё, куда он улетел-то? Ещё орёт. Любопытный мастер, его тело сгорит. И это наиболее болезненная смерть. Забавно. Никто не зас... А, стой-ка, бляха, муха, не то. Никто, говорит, не заслуживает такого. Заслуживает ещё как. У нас больше жертв будет. Я проверю других мастеров там. Блин, не тот вариант выбрал, чёрт. Короче, все заслуживают. Все как бы в понятии главного героя должны такой смертью погибать. Я как бы это хотел сказать, а он скотину не то выбрал. Ну ладно. В общем, нам нужно теперь вернуться в наш корабль. Нехило так. То есть он, видите ли, он как бы умереть не мог. Его лупили-лупили, он как будто возрождался. И мы его на медленную мучительную смерть отправили. То есть он сгорит нафиг. Это такие прямо... Я даже не знаю, фаталити какой-то выполнили, знаете ли, из Mortal Kombat. Реально только не хватает этой надписи жуткой сверху. Давай ты. Чё, стойте. Сейбер. Во. Ё-моё, я всё перепутал, мать его. Ладненько, значит, сваливаем отсюда. Забавно. Я почему-то думал, что мы будем на планете ход некоторое количество времени. А у нас тут как-то всё быстро прошло. Я даже сказал, слишком быстро. Просто пришли, первого замочили, второго замочили. Ну и хватит, типа. Норму у нас сегодня выполнили, да? Наш главный герой, видимо, не сможет просто банально уснуть, когда не убьёт кого-нибудь в течение дня. Интересненько, однако, получается. Ну-ка. Так, гнев, ярость как бы. Ученик. Мы почувствовали присутствие драга. Спрятанная жизнь, похожая со смертью. Похоже, наш враг знает, что ты жив. И мы потеряли, скажем так, возможность сюрприза. Но получили другое. Теперь драг мёртв. Сила Барата на часть уменьшилась. Ну, может быть, как бы. Дарак Твауран получает подкрепление на Карелии. Он и потеря драга, это как бы... Угрожает Барасу. Ты нарушаешь планы Бараса и продолжаешь это делать. И нам нужно, чтобы ты отправился на планету ВОЗ. Что за моя миссия? Что я там получу? Там какой-то предатель, в общем, есть. Барас хочет получить какое-то влияние на ВОЗа многие года. Мы объясним, когда ты прибудешь. Угу. Ладненько. То есть, у нас вот так вот как бы всё получается. Постепенно продвигаемся, нарушаем планы Бараса. Очень хорошо. Ну ладно, друзья. Дум-то да давайте здесь мы на этом закончим. И продолжим уже продолжать наше сюжетное задание. Путешествовать на ВОЗ в следующих сериях. Спасибо, что смотрели. Ставили пальчик вверх. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Всего хорошего вам. Всем пока.